Омские кикбоксеры блестяще выступили в 14-м открытом всероссийском турнире Кубок Ермака. Наши спортсмены завоевали 52 золотые медали в споре с сильными соперниками из 9 регионов. Выиграли матчевую встречу у команды Республики Казахстан. О главных событиях турнира. Владимир Остомин. Мощные атаки, акцентированные удары. В финале матча Омск-Казахстан сразились наш спортсмен Бауржан Бейсенов. Он в черных шортах и боец из Астаны Ерсултан Кудабай. Старт за нашим боксером. Стремительные серии руками, молниеносные лоу-кики, удары по бедру то с правой, то с левой ноги, смена стоек, направление атак, жесткие выпады соперника, рубка в середине второго раунда и решающий натиск нашего спортсмена. Две атаки в одном заходе, заключительные удары за нашим боксером. Победа и в поединке, и в матчевой встрече. Показал класс лоу-киков. То есть, как нужно бить лоу-кики. Я пытался своему сопернику отключить ноги, то есть, чтобы он не смог передвигаться по рингу и стал стоячим. И затем я продемонстрировал руками, то есть, некоторые удары где-то по корпусу, сбивал дыхание и заканчивал также лоу-киками. Мощь лоу-киков в самом жестком разделе кикбоксинга – К1. Наш регион представляли бойцы шести клубов с разной направленностью. Кикбоксинг, рукопашка, тайский бокс – синтез лучших комбинаций дал отличный результат. В жестком споре о мяче умело применяли сложные элементы ударной техники. Лоу-кики, атаки коленями, вертушки с разворота одержали серию ярких побед. Мне больше нравится в кикбоксинге К1, потому что пожестче, наверное, мне нравится пожестче поработать. Как бы вариант победы здесь очень велик. Можно коленями попасть в корпус также, победу досрочно выиграть. Град медалей в разделе «Фулл контакт». В споре юноши о мячей несколько побед нокаутами. Девушки завоевали 8 золотых наград. Надежда Жавор иногда срочно выиграла свой финальный поединок. Очень любим этот турнир. С удовольствием на нем выступаем, работаем. Хотелось показать хорошую технику ударов ног. Думаю, много получилось. Прямые удары ногами, удар сбоку, навстречу. Думаю, у меня это получилось. Командная победа на финише. А мячи выиграли главный приз турнира. Получили высокую оценку представителей Федерации кикбоксинга России. Молодежь есть. Есть очень симпатичные мальчишки и девчонки, которые показывают хороший кикбоксинг. Есть тренеры и надеюсь, что будут такие же звезды, как Боря Карант, который был чемпионом мира. И другие омские спортсмены. Это задел на будущее. В конце ноября наши спортсмены выступят на чемпионате Европы в Греции. В следующем году Омск будет принимать чемпионат России. Следующие поединки на высоком российском уровне пройдут в нашем городе в марте 2017 года. Омск будет принимать чемпионат России в разделе «Лайтконтакт». Наш регион выставит сильную команду. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов. Антенна 7.